привет всем я продолжаю третировать своих коллег по экскурсионному цеху и сегодня у нас гостях олег который будет у нас вещи на тему бразилии и всего остального но сначала мы поговорим чуть-чуть буквально по его настоятельной просьбе про нашу любимую и вечную вечную тему связанную с американскими туристами так вот вопрос поскольку мы эту тему уже обсуждали в одном таком крупнокалиберном выпуске на только что тебе есть что добавить да есть что добавить на самом деле я уже восемь лет занимаюсь собственно экскурсов экскурсоведчеством до виду экскурсии и на английском на испанском на португальском языке иногда на русском что добавить да безусловно как было сказано в предыдущем выпуске про американцев американцы дужки дужки прежде всего ну потому что вот они нас кормят как это было сказано они дают хорошие чаевые так далее но у них есть два минуса какие же эти два качества два качества первое это то что они переходят границы можно сказать то есть они бывают слишком фамильярны то есть буквально там с первых видят гида и вот так вот эй бали эй гай вот то есть вначале когда я начинал работать это было шоком то есть и они иногда вот эту грань переходят и нужно не давать ее переходить это главное ну и как бы для девушек наверное это важно потому что там еще может быть какой-то романтический подтекст это все странно это потому что они как бы вырвались с территории сексуал-харрассмента почувствую свободу или почему ну просто у нас очень много красивых гидес поэтому вероятно это происходит вероятно вот и это и в не в их культуре они абсолютно открыто они не видят никаких границ и второе более важное это то что ввиду того ввиду их воспитания то что америка самое лучшее самое важное и остальной мир ну буквально не существует для них они могут легкомысленно или неуважительно относиться к другой культуре какой-то ну вот к примеру у меня был случай у меня был турист который неплохо говорил по-русски он начал русский и он говорит такой а вот с акцентом так а вот ваша великая отечественная война с таким презрением каким-то вот неуважением я даже не дослушал что он хотел сказать я бы сказал дорогой мы ты изволь произносить это с уважением потому что да вот советский союз кто бы что ни говорил он спас вот мира от этой нацистской угрозы и мы сейчас говорим с вот тут потому что это случилось вот и поэтому нужно иметь некоторое уважение к этому я ему рассказал вот про блокаду да когда историю я одну рассказываю историю про блокаду все спрашивают да вот у женщины умер ребенок маленький да и она чтобы кормить всю семью она его кладет между двух створок окна и каждый день это зима была да он уже там замерз все замерзла и каждый день отрезает по кусочку чтобы кормить всех остальных детей вот это я ему рассказал он замолчал моментально вот поэтому нужно не давать вот таким вот образом как бы нам терять лицо вот вот эти два момента которые нужно контролировать я считаю но помимо английского ты у нас очень мультиязычный я так понимаю что ты владеешь португальскими и чуть не сказал японским и японским не владеешь японский нет горе готов мог бы быть еще более востребованным на рынке туристических услуг и испанским до испанским и португальским соответственно если мы говорим про португалию то это конечно же бразилия да где тут все хором сразу сказали где а дальше уже понятно что что нормально русско-советский человек скажет чего там очень много напомните мне машин или может быть бегемотов да ну и где еще белых штанах ходят согласно стопу бандеру скажи пожалуйста как бы ты классифицировал бразильских туристов и вообще я даже сначала такой вопрос задал с американцами понятно у них есть там ряд путей попадания к нам в россии в петербург особенности это могут быть какие-то северные туры там море балтийскому и так далее а бразильцы они вот сюда прям целенаправленно едут или как-то они с чем-то совмещают это дело дело в том что бразильцам им не нужна виза вот поэтому они сюда действительно так сказать целенаправленно едут да им это интересно ну как как и россия в целом для всех туристов вот в основном в основном у меня были круизники то есть туристы с круизов что могу сказать про бразильцев ну конечно это например полная противоположность там немцам да вот рассказывал мой коллега про немцев это очень веселые расслабленные иллюзии да там что-то по программе например не получилось или там где-то опоздали им абсолютно все равно вот то есть они в очереди могут танцевать это запросто вот у меня была замечательная история значит про то как у меня было четыре бразильца и я приезжаю в отель в 10 часов они должны спуститься все прекрасно я приезжаю 10 10 нету их 10-15 их нету но я уже позвонил через ресепшн в номер спускается заспанная бразильянка в пижаме и говорит о извините извините мы проспали проспали сейчас мы выйдем проходит еще 15 минут они выходят вот значит ну я думаю сейчас поедем потому что у нас вход в петергоф большой дворец там до 12 если после 12 уже не пустят значит мы опаздываем хорошо думаю сейчас поедем а можно нам покушать но я так себя представил на их месте вот я бразилица приехал в питер и выспался и вот хочу покушать ну покушайте ладно вот они кушают я сижу там в телефоне что-то читаю и тут вдруг я понимаю что их двое а их должно быть четверо я спрашиваю а где еще то ваши товарищи они в другом отеле говорит то есть я понимаю что сейчас мы покушаем нам нужно идти в другой отель вероятно там тоже самое опять опоздали покушаем и где-нибудь там 155 мы доберемся до петергофа так и случилось да так и случилось и мы буквально вот 1153 что-то такое мы были в петергофе приехали значит я им говорю так подождите указ вот здесь я сейчас побегу во дворец скажу что мы опаздываем чтобы нас пустили никуда не уходите ну ты понимаешь что случилось дальше значит неужели они побежал услышал очень многого про себя хорошего в петергофском дворце и резонно весьма вот возвращаюсь обратно их нету естественно где же они они присели в кафе попить вина по-моему да нет глинтвейна глинтвейна они бахнули и это было чего-то не помню август это был но глинтвейн это был глинтвейн не знаю почему август для бразильцев это для глинтвейн уже норм нормально да вот и значит они такие в шоке что они сидят все спокойно пьет как будто бы ну вообще ничего как бы не происходит я говорю ребята давайте быстрее мы опаздываем а можно нам с собой взять глинтвейн нет нельзя я же вам сказал в общем вот вот это вот бразильцы то же самое в принципе для латиноамериканцев и характерно вот ну например у меня был случай когда была большая группа вот это были туристы из мексики из мексики вот они в принципе идентичны бразильцам по характеру по поведению вот ну латиноамериканцы бразильцы да они очень отличаются от испанцев об этом мы поговорим чуть чуть позже логично между нами города да но они отличаются очень сильно да то есть хотя язык ну тот же самый да то есть испанские латинской америки испанские в испании вот да была группа и туристы захотели погулять сами армитаж ну хорошо ребята как бы вас там сколько 10 человек ну хорошо погуляйте сами встречаемся там в такое то время орданской лестнице встречаемся вот мы встретились одного нету мы ждем 20 минут 30 минут его нету вот и тут не звонят из порта а он там уже а он уже там в порту каким образом оказалось что он вышел из эрмитажа завершил свой тур вышел из эрмитажа заказал такси в порт и уехал то есть как вот это норма это но не надо никому еще говорили раздали предупреждать абсолютно верно да потом у меня была тоже огромная группа вот самая большая которая у меня была это 45 мексиканцев и вернее их было 85 до было два гида вот и я был одним из них 45 мексиканцев и причем вот мы завершили экскурсию в эрмитаж выходим x44 я так думаю господи где же они а это айти компания молодые в общем то такие товарищи вот мы подождали и я говорю ну давайте подождем там 20 минут опять никого нет я подхожу к их руководителю говорю ну вот никого нет как думаете что будем делать нам скоро на обед ехать надо там вот ну пришлось нам поехать поехали туда в общем я сижу в автобусе вот так вот думаю господи то есть как бы ну это же плохо не дай бог это бы был старичок какой-нибудь мексиканский бы там просто все с ним факт случился вот приезжаю в приезжаем в ресторан значит подхожу к нам крови руководителю говорю да мы пожалуй что все-таки потеряли кого-то да нет говорит вон он сидит за столом я к нему подхожу так лица то все примелькались одно вот новое я спрашиваю здравствуйте а вы где были это я вчера выпил хорошо знаете вот и в отеле спал и вообще ни одной экскурсии не было до сих пор то есть вот это для них абсолютно нормально вот то есть вот таких историй было достаточно много на самое пожалуй вот у меня есть такие страшноватые такая история до которой до сих пор помню и мне как-то вспоминать действительно страшно в метро было 15 человек заходим я всех распределил по вагону вот коллегам на будущее не знаю может быть кто-то и у него не было такого опыта experience а значит в метро на центральных станциях лучше вообще не водить экскурсии помимо карманников да там еще есть машинисты которые в виду не знаю транспортового потока в виду еще чего-то не знаю они захлопают двери сразу вот так и произошло то есть метро вот владимирская и всех распорядил я по платформе туда 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 чтобы мы все зашли те зашли и он сразу захлопывает дверь а я на платформе и я так у меня было наверное поезд начинает отправляться это был второй вагон благо и я понимаю меня 200 2 3 секунды чтобы что-то сделать очень я бегу кабине машиниста значит стучу ему вот так вот в стекло и говоря останови поезд у меня там туристы он останавливает двери открывается у меня еще этот мы наушники зацепились там за не наушники а вот микрофон зацепился за сумку какой-то тети все это там летит рвется вот но моя цель была вот четко вот вот таким вот образом это было то есть вот вот такие истории связанные с бразильцами с бразильцами с мексиканцами с латинской америки вот к испании давай погоди погоди сейчас перейдем к испании какое впечатление производит страна бразильцев на латиноамериканцев петербург может быть в частности наверное точнее выразиться потому что конечно отличается от остальной россии ну на самом деле впечатление очень положительные почему первое ну во первых не только у американцев но и у бразильцев и у латинской америки у всех туристов с которыми я работал у них стереотип страны куда они приезжают за ними сразу же за их спиной следует да вот когда туристы не хотят улыбаться на фотографии ну улыбаться вот во время съемки я говорю скажите кей дебе и сразу появляется улыбка вот да вот такой стереотип то есть за ними сразу будет следовать агенты кгб и так далее я всегда спрашиваю туристов вот какие стереотипы россии вот у вас были вот это первый называют это резонно так раньше и было в советское время как так и было второе конечно им нравится что очень чисто они этого не ожидали действительно очень чисто по сравнению например с но в бразилии за точно абсолютно вот и третье они меня спрашивают его любимым один из любимых вопросов а безопасно ли здесь я говорю ну если сравнивать с вашими странами ребята то здесь очень безопасно потому что ну может быть кто-то знает кто-то не знает мексике в бразилии да если вы есть места куда вам лучше не заходить иначе вас не просто ограбят а могут вы как бы и убить вот поэтому лучше в общем туда не соваться поэтому по сравнению с этими странами у нас очень очень-очень безопасно вот поэтому у них в основном положительные как они относятся к нашей кухне вообще едят да это интересно это интересно значит некоторые вещи для них нашей кухне вообще неизвестны даже если я им назову аналог блюда или продукта приготовлено на их языке к примеру значит это было с мексиканцами у меня вот в ресторане приносят гречку гречка известно да они гречку никогда не видели я им даже называю по-испански как это будет причем какой-то я заметил в их глазах ужас при виде гречки может быть это что на похоже ну вот приносят маленькие птички на как или да 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 приносят тарелку гречки и что это господи что он будет есть как будто это черви какие-то там папараше да которые кстати едят в бразилии но не не все бразилии там племена некоторые вот и да вот вот эта гречка в основном блюдо типа селедка под шубой когда им перевожу вот это название да на их язык они не понимают что это такое вообще все причем да я им объясняю что это что-то майонез что это там свекла селедка и так далее вот то есть конечно это ради к ну радикально отличается от того что у них вообще существует в кухне как они вот пробуют ли они здесь крепкие напитки ну конечно да пробуют крепкие напитки обязательно вот любой сувенирный магазин когда мы хотим заехать сразу там игру что водка там и ликер все это бесплатно то есть это по-прежнему водка это наш бренд это наш бренд с этим связаны кстати еще одна хорошая история значит это случилось не не со мной а это моя коллега рассказывал но эта история конечно фида на из самых фееричных а ей рассказывал водитель значит водитель с гидом привезли туристов порт высадили все гид почему-то тоже осталось в порту хотя обычные гиды уезжают с водителями в центр не знаю почему неважно водитель уже верну возвращается в центр вернулся в центр и слышит на заднем сиденье какие-то похрюкивание похрюкивание таинственные он останавливается в центре не просто остановиться особенно на автобусе да да вот они там был минивэн минивэн как бы но тем не менее вот значит и оказывается что это какой-то пьяный то ли перуанец то ли мексиканец в общем какой-то да из латинской америки товарищи вот он просто напился то ли он надегустировался то ли он что-то прикупил там и во время экскурсии но и вероятно второе потому что вот я помню этот это амбре когда вот например у меня были индийские туристы и мы сувенирки они вышли мы с водителем отъезжаем водитель такой да изрядно они там дегустировались то есть там такой запах хороший ну вот в общем он его привез в магазин купил ему пиво значит этот сует ему 100 евро там спасибо там за похмел и все такое в общем вот чем история закончилась не знаю но надеюсь что надеюсь что все в порядке что он вернулся в принципе на корабль свой вот вот таким вот образом вот да вот хорошо давай тогда перейдем к метрополии к испана значит к испаноговорящим это люди совершенно другого склада они очень любят жаловаться им постоянно все не нравится любит ну например купить тур в самый какой-то дешевые компании самый дешевый тур но будьте добры вот самые дешевые туры да да самые дешевые туры но они хотят вот на сервис хотят до чувствовать себя королями а включен ли у нас обед а почему у нас машина такая не такая почему вот то есть вот это вот реально объяснить а потому что вот есть мир цифр где все прозрачно да в принципе реально объяснить но у меня был случай когда компания перенесла из-за входа в екатерининский дворец там же все билеты когда мы входим в екатерининский дворец они по времени иногда не удается это самый сложный музей чтобы достать билет екатерининский дворец пушкин иногда время тура установленное переносится из-за того что не удалось достать билет и мы начали вместо десяти в 12 часов вот я приезжаю естественно сразу я вижу недовольные лица испанцев я им это объясняю нас бесполезно то есть в этом я виноват я во всем виноват всегда вот и вот мы в таком настроении начинаем тур еще потом оказалось что в машине не было микрофона вот все просто чудесно начинается вот и наверное на середине тура когда мы вернулись уже в ресторан вернулись центр и пошли в ресторан я уже позвонил в я скажу сказал что сейчас я снимусь просто стура то есть просто вызывайте другого гида но они меня уговорили что ну действительно как бы гиды то сейчас не найти но я довел это этот тур но с тех пор честно скажу с испанцами то есть то есть не с латинской америкой работать хочется но иногда не все испанцы такие не все но если это север испании вот особенно вот они особо любят жаловаться и все остальное вот вот север испании каталонию ты к этому относишь или это да у меня было кстати были у меня туристы из каталонии ну все прошло нормально то есть все конечно все все зависит конечно и от людей но в общем картина складывается такая что латинская америка это танцы какие-то шутки всегда до такой ненапряжная ненапряжный тур а испанцы вот чаще всего к сожалению это какие-то претензии всегда вот вот в этом вот минус скажем так ты еще водил индийских туристов ой да это что-то своеобразное ну расскажи про этих beautiful perfect people да вот их акцент ну вот их акцент это конечно что-то хорошо что если это там я не перебью есть замечательный скетч на комедий клуб я удивил я удивился я так не жал давно возможно увидели где гарик бульдог орламов изображается американца скороход изображать себя англичанина мартиросян совершенно гениально изображает себя индуса ну или и вот посмотрите это 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 джинис да да мартиросян кстати он он умеет изображать по моему все языки абсолютно и польские арабские тоже обожаю вот комедий клуб их такие креативные миниатюры вот если это вот то что ты сейчас изобразил да там сэр 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 я ванта 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 water вот что-то такое еще ничего но бывает так что вообще не понять у меня был случай когда у меня было пожалуй это были самые образованные туристы вообще за все время это была семья индийских ювелиров и дети их они ходят в частную школу в мумбаи они знали греческую римскую мифологию вот там в эрмитаже идем там а это там такой-то миф из такого-то мифа так то то есть такого не было я работал с американцами с англичанами с бразильцами с мексиканцами с перуанцами со словаками но анимации что apollo да вот эти то есть ну такого и не ожидал да вот и там был один мужчина мне задавал какой-то вопрос он три раза мне сдавал вопрос на английском да я не понимаю четвертый раз он махнул рукой вот таким вот образом но вот это такой как бы минус да можно считать это минусом но в целом в целом какие характеристики индусов но они опаздывают не на 15 минут на два часа я могу просидеть два часа в лобби отеля но если как бы ты умный человек ты найдешь чем себя занять эти два часа абсолютно спокойно да но так это характерно для них вот второе самое интересное по поводу кухни мы говорили а вот представь да ты приехал ну например венгрию куда ты пойдешь обедать кушать ну я был как бы я был как бы венгрии не был куда ты хотел а где-то не было ну да кстати в индии не есть это это не очень не референсный пример ну допустим я не было в европе где а вот кстати удивительно вот по ее плечу в вену в австрии не был в австрии ну вот захотел кушать в австрии в какой ресторан ты поедешь то что но я тоже я не целевая группа я сейчас как бы стараюсь много дни жрать но если бы я как бы вот свои из прошлой жизни но естественно я пошел бы да тоже выбрал как в первый вечер обсе пошел бы какую-то национальную кухню правильно так вот индусы никогда почти так не делают это единственная группа туристов которые в любой стране мира идет в индийский ресторан они идут в индийский ресторан всегда почему я спросил их почему ребят дело в том что их пища да но мы все знаем она острая да вот они говорят что индия из the land of spices ну это действительно так страна специй для них все остальные все остальные блюда недостаточно острые поэтому они любят индийский ресторан но любовь их настолько большая что 4 у меня было четыре человека программисты из индии и вот последний день в питере мы должны уезжать они должны взять москву у нас была прогулка на теплоходе по ними один ко мне подходит и говорит знаете а можно мы не поедем я спрашиваю почему мы лучше поедим отлично у нас последний день понимаете последний день чего-чего с этим блин странами дневой будете нас нас на силы да мы лучше поедим вот мы пошли опять в тот же самый индийский ресторан в котором мы были вчера и опять ели вот их перченые всякие блюда но они вкусные ничего недостаточно перри просто иногда бывает так что вот это национальная кухня она отличается от той который тебя в стране внутри пропаги про китайские рестораны такое знаю например то что они здесь мы ходим в хорошие индийские рестораны им все нравится им все нравится то есть потому что эти рестораны опять-таки там повара индусы иногда хозяева индусы они знают как это нужно делать вот она бывает иногда даже недостаточно острый то есть там не вот я про это говорю да я не виду что но редко но я видел случай когда там они говорят что даже в индийском ресторане вот пожалуйста еще острее потому что они подстраиваются все-таки под местную публику а мы-то острое не едино все-таки надо понимаешь в индийский ресторан в петербурге в основном не индусы входят они ну как нет ходят и в основном эта часть нет им надо в берлин сайте ехать а там блин индийских ресторанов просто прут-прут и они дешевые и вкусные все реально причем я заметил разницу если в середине нулевых я ел обед где-то за четыре с половиной пять евро и ел и не мог встать то сейчас он где-то семь с половиной восемь евро это тоже очень дешево и со сравним с парижем это нормальный обед и съедаешь и вообще огонь я привел туда свою группу и они сказали блин как прекрасное место надо еще сюда прийти будет понятно а если говорить про и индусов опять-таки их их представление о стране их стереотип они как-то отличаются от общепринятых или все то же самое ну в целом вообще если у них какие-то стереотипы россии они не особо то есть они как-то не скажу что у них какое-то есть представление про кгб и ну что-то было такое но не настолько сильно как у например у америке то есть вот в америке действительно мне туристы рассказывают что вот я прекрасно помню говорят мне они как мы в школе прятались под столами то есть у нас был этот тренинг случае ядерную угрозу или чего-то подобного хрущевское время да вот они прятались под столами на уроках в школе вот были такие вещи то есть такого конечно страха каких-то кгбшных стереотипов у них нету здесь вот им как и в принципе всем это для всех характерно восточных культур как правило азиатских культур то есть вьетнам китай например вьетнам водила китай был тоже им интересно именно красивые вещи красивые золотые вещи вот фотографировать петергоф царское село конечно да 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 как мне коллега рассказывала но это правда про японцев было не отличаются от остальных хотя тогда ты что она говорит вот вот это дворец японцы примерно вот так вот примерно вот так вот вот но не все да опять таки не все индусы конечно не все азиатские не все не все представители азиатских национальности они вот таким вот образом не на японские туристы до лапочки это другое да абсолютно мы поговорим отдельно про японских туристов они даже в сапсане очень сильно отличаются я вот иду я сразу я сразу вижу что это не китайцы вот по ряду до признаков даже по наклейкам на их чемоданах сразу сразу можно понять что это японцы я говорю не про иероглиф я говорю по именно про картинки которые туда фигачат что интересно вот если чуть-чуть про японцев значит в сувенирном магазине мы были значит я присел на скамеечку там сидели японцы и мне было всегда интересно они сами понимают кто перед ними китайцы ли японец по вне по виду по внешнему или нет ну я думаю что они должны понимать а вот и нет нет я спросил старичков вот там девушка кто китаянка или японка знаю может быть китаянка может быть и пункт сказал не ну на самом деле конечно может быть не очень релевантное сравнение мы тоже посмотрим там на белорус или украинца вряд ли поймем да 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 вот учитывая опять-таки вот эти терки их исторические между китаем на японии мне казалось что они должны различать друг друга ну ладно кей про индусов значит минусы в чем один минус такой что если у вас например там большая группа какая-то индусов или даже небольшая у меня была вот эта семья да из индии ювелиров они любят менять программу на ходу у нас такая-то программа так мы хотим цирк так мы хотим шоппинг нет это уберите шоппинг так мы хотим прогулки на полета на вертолетах вот то что у меня было они захотели летать на вертолете ну семья как бы состоятельная все ну хорошо но какие были проблемы проблемы были то что мы не вписывались по программе в расписание полетов компании где это можно заказывать поэтому это уже индивидуальные полеты подороже будет я звонил значит в компанию выяснял сколько это стоит где куда нам при приезжать и так далее и говорю вот да можно организовать цена будет такая вот они смотрят на цену их лица вытягиваются это дорого ребята вы думали что за пять долларов что ли вас на вертолете прокатит вот нет это дорого и они начинают торговаться то есть семьи семья ювелиров торгуется за за полеты на вертолетах но по определению это же дорого вот поэтому если они начинают вот так вот делать менять программу как-то вас пытаться заставлять делать что-то вне программы ну нет грубо говоря садиться на шею вот это надо сразу пресекать вот это самое важное в работе с этими туристами групповыми вот таким вот образом скажи пожалуйста тебе кого больше нравится водить группы или индивидуал индивидуалов все-таки индивидуалов все-таки потому что почему ну первое за группой сложнее уследить их нужно пересчитывать в каждом зале эрмитаже буквально вот поэтому мы опять-таки организация обеда вот в прошлых выпусках кто-то сказал что работа гида похоже на работу официанта это я сказал да ты рассказал да я могу рассказать как это действительно бывает действительно это так и когда я был официантом во время работы гид вот это была группа это была группа 35 человек испания и мы у нас был тур пушкин не было заказано обеда вообще такой редко бывает но так получилось его не было по программе просто не забыли видимо это предусмотрено это было приду с мне предусмотрено вообще вот иногда как бы мне в принципе удается даже на 30 35 человек находить рестораны бывает такое да потому что есть список там ресторанов и контакты свои все пушкине случилось так что когда когда масса круизных кораблей было занято все все но это часто было стараться и мне же нужно их покормить вместе чтобы они отравились чтобы там не было гречки гречки ладно в общем которые не боятся и ну что делать значит мы все рестораны объездили я понимаю что у меня голодных 35 испанцев надо что-то делать я звоню в один ресторан в петергофе по своим как-то связям пожалуйста пожалуйста организуйте нам что-нибудь поесть мы едем в петергоф заходим на второй этаж этого ресторана там пустые столы ничего вы из пушкина в петергоф попросили ради ресторана да ну потому что иначе мы опоздаем в петергоф тогда если будем что-то еще искать ушки на петергоф ехали все рада пушкин-петергоф у нас тур и вот и пошли значит я подхожу там к администратору здрасте вот я звонил и так далее да ну вы знаете у нас ничего не готово вот а меню какой то есть нет меню никакого вот ну мы что-то для вас сейчас сделаем а что хотя бы что вот в общем какие-то там ну какое-то мясо какая-то картошка значит я беру 4 листа а4 на них меню хлопаю там в ладоши гора господа испанцы вот у нас такое вот меню сейчас я к вам подойду и соберу заказы вот я ходил значит меню на втором этаже и собирал заказы действительно она обед так что вот ты сказал абсолютно правильно дорогие друзья увидите что это похоже на работу официанта вот вот таким вот образом просто по поводу щедрости всех этих перечисленных категорий как он как она обстоит вот например латиноамериканцы они дают чаевые дают дают чаевые ну никто никакая нация не дает столько чего сколько американцы это всем известно вот все их за это любит как мы знаем наши лапочки до наши лапочки глаза в общем вот это вообще интересного до всех всех любят ругать что вот американцы там называть их там всякими нехорошими словами не буду произносить но как только дело доходит до чаевых то они самые хорошие так что вот так а до мексиканцы дают чаевые испанцы не дают чаевые почти никогда но вот то что я считаю моим достижением а не слышал ни разу ни от кого чтобы индусы кому-то дали чаевые но у меня был один раз когда они не дали чаевые это было настолько феерично эти 500 рублей что я даже написал в компанию настя пишу мне индусы дали чаевые и настя там не фейерверки эмоджи фейерверки 30 штук шлез вот то есть вот это вот вот так вот то есть испанцы не дают как правило индусы тоже бразильцы иногда дают чаевые вот таким вот образом а вот политика все-таки вот как-то они пытаются и обсуждать может какие-то вопросы задают на эту тему надо признать что абсолютно все туристы интересуются главным образом некоторые коллеги как-то не хотят может быть видеть этого признавать интересуются современной жизнью политикой и связью россии с миром вот многие гиды не любят это обсуждать но вот что касается моих туров которых я вожу это именно можно сказать их характерная особенность того что я уделяю очень много времени тому как вот наша история наша ментальность связана с сегодняшним днем какие у нас здесь происходят дела как все это происходит вот то есть особенно американцы и все остальные туристы они в этом заинтересованы они это в этом заинтересованы и как ты правильно сказал в одном из интервью кстати клиента ориентированность вот вот это главное то есть ну к примеру да всем очень интересно особенно вот это американцы американских туристов касается что как дела обстоят с эдвардом сноуденом не дает покоем эдвард сноуден ну на самом деле он вылезает новостях каждый год вот и меня эта тема тоже заинтересовала я решил написать книгу это такая черная комедия посвященная тому вот как эдвард сноуден приехал сюда в россию и что же он тут делал по стилю смотрел ли ты фильм барат вот это фильм барат и фильм сонная лощина тима бертона замиксованы вот вот такую такую вещь я придумал и на самом деле этой книгой заинтересовался однажды союз австрийских авторов австрийские писатели и они перевели часть этой книги на немецкий и опубликовали в австрии меня пригласили туда читать ее вот так может быть это присутствие при рождении новой литературной звезды не знаю не знаю может быть вот но дело в том что в чем как на какие как бы проблемы я как бы натыкаюсь конечно для того чтобы я давал читать книгу многим как бы людям которые не связаны абсолютно со мной никак и она им нравилась они вот листали прямо что же там в конце это произойдет вот ну понятно что для того чтобы стать как ты сказал новой звездой нужны во первых связи в издательствах и деньги на пиар вот ну миллиона два-три конечно сейчас и такими средствами не располагаю вот но я рассказываю некоторые вот там как бы эпизодики из этой книги туристам поэтому ну и в том числе они предлагают мне какие-то контакты для продвижки продвижения вот на запад вот этого дела вот вот таким вот образом поэтому политика всегда она неизменно следует вот за турами я также стараюсь говорить о ментальности русских о вещах которые вот происходят ну каждый день например бабушка да советского советского типа советская бабушка открывает дверь кого-то впустило гостя и смотрит за дверь смотрит на лестничную площадку нет ли кого вот что им интересно почему они так делают но потому что в сталинское время если кто-нибудь это видел то делов как бы ну очень очень мало что нужно было сделать написать бумагу в нквд и все квартира бабушки твоя вот вот таким образом потом я всегда ставлю туристов стараюсь сделать так чтобы они сидели встали на место исторических деятелей или хотя бы прочувствовали как как тогда себя ощущал народ в это время петровские реформы что это да это же изменение всего культурного склада россии то есть он сказал так бреем бороды одеваем платье вот что такое традиционный до русский православный как бы наряд до одеяние женщины все закрыто и он говорит так открытые платья танцуем пьем шампанское что-то подобное это же шок это шок приблизительно такое же вот представьте себя на их месте говорю почему ненавидели петра да вот за это вот то есть это нужно обязательно как и как индейцев в платье дети примерно да вот то есть но если для них какие-то параллели проводить хотя конечно у нас народ было все-таки на таком уровне как индейцы но это пельки индейцев иметь ввиду если какие-нибудь там великие культуры ради которых сейчас едет во всевозможные экстремальные туры я понял хорошо вот еще одна последняя вещь вот по поводу того как давать представление туристам о том что было раньше что было что было раньше и как это ощущалось вот притча о например том чтобы турист понял что такое до петровское время и после петровской сознание людей всегда на этом и концентрирует притча отец и сын разговаривают о будущей женитьбе сына и отец говорит сыну сын ты когда женишься ты бей жену свою почаще сын такой а почему папа папа такой задумается говорит да не знаю почему а вот она знает вот вот пётр его задача была изменить это далее про 90-е вот дефицит да вообще советский союз дефицит что такое дефицит и почему советский союз развалился вот представьте фильм один дома вышел девяностом году был показан в ссср кевин то этот мальчик которого там заперли дома заходит магазин обычный магазин америки и набирает себе там чипсы там чего хочет шоколад все продукты замечательно представьте себя на месте советского человека он заходит магазин что у него там курица трех лет трехлетней давности и кефир вот они смотрят это и видят что 60 лет коммунистическая партия говорила им о том что они живут так как американцы американцы живут плохо оказалось и наоборот вот такие вещи им рассказываю они даты не архитекторы это я это все упоминаю но это это просто пустой звук для них они должны понимать ментальность и как эта ментальность вот влияет но за это часто тут я знаю даже от кого прилетит но пусть прилетает ну что спасибо тебе за беседу значит всяческих тебе успехов на почве вождение индусов и всех остальных вас по традиции ждет небольшой анонс лично от меня но моя экскурсия рассчитана не на индусов и не на бразильцев на русскоговорящую аудиторию поэтому готовь сани летом а туры зимой 2 4 мая у нас состоится тур в петербурге в принципе он состоится 3 5 января но там уже совсем мало мест а вот по поводу мая стоит серьезно задуматься уже сейчас потому что билеты особенно на поезда и самолеты дешевле когда их покупаешь глубоко заранее то же самое касается этом апартаментов и гостиниц 27 января мы едем в париж 9 марта мы едем в берлин экскурсия в москве 7 января по раски его против пятницы переносится на 8 января у меня форс-мажор все то же самое время место тема только поменялась дата не 7 января а восьмое на канале компании северный город вышел мой очередной ролик про петербург на этот раз я рассказываю как не красов был копирайтером и пиарил гостиный двор а также если можно выразиться его бизнесменов ну и короткая история этой главной торговой точки питера всю необходимую информацию вы можете найти пройдя по ссылкам которые я размещу под этим выпуском но на этом все оставайте комментарии вот там увидимся в следующих выпусках пока